В эфире программа «Территория права» в студии журналист Павел Нетубский. Раз в две недели мы расскажем о наших и ваших правах. В гостях у нас глава уголовной правопрактики юридической компании «Пэпер» Алексей Добрынин. Алексей Эдуардович, здравствуйте. Добрый день, Павел. На позже недели Конституционный суд, наверное, порадовал нас постановлением касательно статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала сниженное наказание для предпринимателей, улеченных в мошенничестве, то есть неисполнение договоров. Для всех мошенников максимальное наказание составляло 10 лет, а для предпринимателей 5 лет. Алексей, ну расскажите кратко, зачем это было нужно? А зачем нужно было что, Павел? И введение такой статьи, и ее отмена. Давайте начнем от потопа. У нас в Уголовном кодексе существует статья 159 «Мошенничество», которая охватывает все виды мошенничеств, которые существуют на практике. А что такое мошенничество? Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана, либо злоупотребления доверием. Так вот, эта статья 159 УК РФ, которая предусматривает максимальная санкция – это лишение свободы до 10 лет, она охватывает все виды разных мошенничеств. В 2012 году федеральный законодатель внес изменения в уголовное законодательство и выделил из статьи 159 специализированные составы мошенничеств. Шесть штук получилось, да. То есть, это такие у нас были выделены мошенничества, как мошенничество в сфере страхования, в сфере получения выплат, в сфере кредитования. Ну, в том числе, та самая, о которой будем сегодня говорить, это статья 159, прим. 4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», то есть преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Так, в чем там история? То есть, вот все выделенные составы, шесть штук, предусматривали максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Точно так же, в принципе, как и 159-я статья общая. За исключением одной и новой статьи, 159 прим. 4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», которое максимальное наказание предусматривало до 5 лет лишения свободы. То есть, тут сразу же возникал вопрос. В два раза меньше. В два раза меньше, да. Хотя, то же самое, мошенничество. Это первое, конечно, что сильно отличалось на практике. Второе, сам размер ущерба. То есть, если в статье 159 крупным ущербом признавалась сумма от 250 тысяч рублей до 1 миллиона, и наказывалась, это была часть третья, наказывалась до... До 10 лет, соответственно. Не, она, по-моему, до 6 лет лишения свободы. То точно такой же крупный ущерб наказывался в статье 159 прим. 4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» наказанием до 3 лет. Ну, все в два раза меньше. До 3 лет лишения свободы, да. И при этом крупный ущерб в статье 159 прим. 4 составляет денежные средства, превышающие полтора миллиона рублей. То есть, вот если ущерб причинен потерпевшему свыше полутора миллионов рублей, тогда законодатель говорит, это будет являться крупным ущербом и наказываться почему-то до 3 лет лишения свободы. Третье различие – это отсутствовала индивидуализация ответственности. То есть, оценивая значительный ущерб, причиненный гражданину, законодатель мог индивидуализировать ответственность, так как это сделано в статье 159, часть 2. То есть, если, например, украли какую-то сумму до 250 тысяч рублей, то суд с учетом имущественного положения потерпевшего определяет, является ли данная сумма для него значительным ущербом. И если является, то, пожалуйста, квалификация содеянного будет по части 2 статьи 159 с причинением значительного ущерба гражданину до 5 лет лишения свободы. Если данная сумма украденная, похищенная, не является значительным ущербом, то квалификация будет по части 1 до 2 лет лишения свободы. Вот такая индивидуализация ответственности, она... Речь идет о том, что изначально большое количество людей, то она тоже идентифицировать. Абсолютно верно. Так вот, именно вот этот индивидуализирующий признак, индивидуализация ответственности, она исчезла из статьи 159, прим. 4, ну что, в принципе, наверное, тоже не совсем верно. 4, это отсутствие каких-то обстоятельств, которые влекут повышение ответственности, то есть таких, как группа лиц, совершение преступления группы лиц или группа лиц по предварительному сговору. Если в 159 статье общей такие обстоятельства имеются, и они отягечают ответственность, то в статье 159, 4 таких обстоятельств не имеется. Ну, наверное, там уже начальная организация, там, компания, строительная, это уже группа лиц. Ну, не факт, ну не факт. Может же быть одно должностное лицо, я сам себе директор, я сам себе хозяин. Я бухгалтер в одном лице и все остальное. Поэтому, конечно, это тоже было удивительно. И, наверное, о подтяжести наказания. То есть, если статья 159, она, в принципе, по своей тяжести является тяжким преступлением, да, то статья 159, 4 является, если мы берем максимальную планку, преступлением средней тяжести. То есть, это о чем он говорит. За одно и то же преступление, за один и тот же акт мошенничества преступник, который не является индивидуальным предпринимателем, получает до 10 лет лишения свободы, и это является преступлением тяжким. В то же время индивидуальный предприниматель, совершив тот же самый акт мошенничества, получается, несет ответственность как за преступление средней тяжести. Это, в свою очередь, дает ему определенные поблажки при условно-досрочном освобождении. Все может раньше, чем тот, который был преступником, сужден по статье 159. Даже если срок одинаковый. Раньше ходатации об условно-досрочном освобождении срок уже не будет одинаковым, вы же знаете. Нет, ну, если там, допустим, какой-то... Даже если срок, допустим, ну, нет, срок имеется в виду наказание, назначенный судом. Он в любом случае, если здесь будет средняя тяжесть, 159.4, там будет тяжкий. Они в любом случае разные. Смысл в том, что за одно и то же деяние сроки будут разные. По 159, например, второй гражданина посадят на 5 лет. Да. Могут посадить, да? Посадят на 5 лет лишения свободы. Да, соответственно. И предприниматели по 159.4 посадят на 5 лет. У них, как бы, у кого будет больше, как бы, благ? Нет, в данном случае ни у кого больше благ не будет. Ну... Блага есть, в принципе, у предпринимателей. Медведев, когда проводил политику либерализации, он внес изменения в статью 91 Главного правоциального кодекса и запретил применять к предпринимателям подозреваемых в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности такую меру пресечения, как заключение по стражу. Вот это привилегия, которая также выделяет на сегодняшний день предпринимателей. Поэтому абсолютно, ну, на наш взгляд, Конституционный суд правильно признал статью 159 Прим.4 не соответствующей требованиям Конституции. А именно, он сказал, что нарушается принцип правенства всех перед законом и судом. То есть у нас получается какая-то такая привилегия, предоставляется предпринимателю. То есть ты предприниматель, ты имеешь право, а, больше воровать, и, б, за это ты несешь и меньшую ответственность, чем обычный мошенник. Хорошо. А если, например, предприниматель уличен в мошенничестве или кредитовании, вот он по какой из этих статей будет судиться? По мошенничеству в сфере кредитования. Это как раз специальная статья, которая и регламентирует то деяние, которое должно следовать именно этой статье. То есть если есть признаки совершения мошенничества в сфере кредитования, тогда, конечно, не зависит от предпринимателя ты или нет, ты будешь идти сугубо по этой статье. Ну хорошо, Конституционный суд, он же объяснил на самом деле, почему. Как бы он разделяет тревогу, скажем так, законодатель, да, потому что ведь 159.4, который идет в рейде, да, это мошенничество в виде неисполнения договора. Преднамеренно неисполнение договора на обязательство. Преднамеренно, да. И даже председатель Конституционного суда, Валерий Зорькин, говорит, что очень сложно определить, где вот, вот сейчас, да, судятся турфирмы, да, многие директора турфирмы сейчас находятся под следствием, потому что они намеренно, мол, как бы, не обманули туристов. Вот, они говорят, как бы, ну а что делать в экономической ситуации, да, вот сейчас валютные кредиты не будут возвращаться, например, да. Так, где граница, что он намеренно не возвращает, или курс турфирмы, раз летел в неделю. Это процесс доказывания, давайте не будем забегать вперед. На самом деле, ведь изначально, когда федеральный законодатель носил эти изменения и выделял специализированные составы мошенничеств, ведь цель-то преследовали какую? Первое, это все-таки, наверное, каким-то образом нивелировать или избежать вообще ошибок правоохранительных органов, которые возбуждают дела, ну не по тем составам, которые должны возбуждаться. То есть, вроде бы нет мошенничества, они возбуждают. Четко дали понять и суду, и органам предварительного следствия о том, что вот это является мошенничеством. Вот это тоже. В сфере страхования, пожалуйста, кредитная карточка обманул, пожалуйста, при получении выплат пенсионного фонда обманул. Это мошенничество. То есть, тем самым помогли установить вот эту некую грань между гражданскоправовыми действиями и деяниями, которые влекут уголовную ответственность. То есть, благодаря этому сейчас гораздо легче на практике, конечно, стало выявлять и преступления. Ну, а вот возможно, потому что даже, представитель Конституционного суда, Валерий Зоркин, да, как грамотный юрист говорит, сложно определить, где мошенничество, а где просто неисполнение доказательств, обязательств. И говорит о том, что, я думаю, что вы очень прекрасно знаете, ну, пока многие ваши коллеги говорят, что все дела по мошенничеству, скажем так, даже по-другому скажу, дела по мошенничеству возбуждаются только при стимулировании. Не правильно. Там, денежном, может быть, политическом и так далее. Не так, Павел. Ну, я просто могу сказать, последний там скандальный случай, да, помните, мы обсуждали, например, МДМ-банк, да, где был подлог платежных документов, да, похитил. Нет состава преступления, говорят и следственные органы, и прокуратура. Похитили даму из банка Хоум Крейт, когда подделан полпароль, потом с помощью похищенной карточки, сим-карты МТС, получили пароль, соответственно. Нет состава мошенничества, говорят правоохранительные органы. А против турфирмы, которые, я просто знаю директора, которые сейчас все делают, чтобы вернуть долги, уже, по-моему, чуть ли не рубашку последнюю продают. Вот он там, ну, правда, под домашним арестом, но вот он мошенник, ну, подозреваемый, да. Ну, вот, даже есть политические, да, как бы, вот, обманутые туристы. Вот, где граница, где вот, где граница, что правоохранительные органы, потому что, собственно говоря, из комментариев, опять же, Валерий Зоркин, здесь что-то на него ссылает, что так намек на то, что не всегда эти люди, которые, предприниматели, которых обвиняют по 159-4, так переводим, они не всегда не виновны. И что, получается, что это статья, это, скажем так, да, вот, ну, скидка такая. Давайте мы с вами, Павел, все-таки не будем углубляться в частности, и вот вызывайте исключение из правил, о которых вы говорили, есть массовое явление. Это вот статья 159-4. И как отграничивать на практике? Я могу сказать, как практикующий адвокат, что мы на практике за последний год столкнулись с тремя случаями мошенничеств, как раз вот в сфере предпринимательской деятельности, когда люди прекрасно понимают, что достаточно тяжело доказать то, что они преднамеренно не исполнили договорные обязательства. Пользуются этим, пользуются тем, что санкции небольшие и абсолютно вольготно себя чувствуют. То есть, когда, ну, понимаете, нам очень сложно защитить права потерпевших. То есть, вы потерпевших защищали? Ну, представляем интересы потерпевших, которые пришли, вот, типичный пример, буквально недавно это было, полгода назад обратился к нам потерпевший, который сказал, что я заключил договор купли, поставки мебели, деньги отдал, 600 тысяч рублей. Заметьте, это не крупный ущерб, да, в сфере предпринимательской деятельности. То есть, это до одного года лишения свободы у нас. Деньги не получил обратно, мебели мы не поставили, человек скрывается и говорит, что, ну, у меня денег нет, я, в принципе, банкрот, до свидания. Вот я встречался с этим, ну, не знаю, лже или там предпринимателем, разговаривал и объяснял, вы знаете, мы все-таки сейчас будем, мы считаем, что в ваших действиях содержатся признаки преступления, а именно мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Мы будем стараться это доказать. Мы, как адвоката, вправе проводить адвокатское расследование. И мы собирали доказательственную базу, подтверждающую, что в его действиях есть именно преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Вкратце расскажу, мы нашли точно таких же потерпевших, как наш человек, которые также отдали деньги этому предпринимателю и не получили обратно ни денег, ни мебели. И собрав вот эту совокупность доказательств, мы на сегодняшний день убедили органы предварительного следствия о том, что в его действиях содержатся признаки мошенничества, что, в принципе, в этой ситуации у нас есть не просто неисполнение договорных обязательств, а именно злонамеренное и преднамеренное неисполнение договорных обязательств. И поэтому буквально на днях было возбуждено уголовное дело по этому факту, по статье 159 прим. 4. Но поведение вот этого мошенника, который ничего не говорит, он говорит, да, да, я... А там юрлицовик лицо или гражданин? Ну, там юрлицо. Он отвечает у нас по закону об уголовной ответственности. Кто привлекает в уголовную ответственность? Должностное лицо, это главный бухгалтер, генеральный директор, финансовый директор. В данном случае это главный генеральный директор, который говорит, ну, нет моих действиях мошенничества. И обратно, он просто понимает, что если он впервые совершил такое преступление, преступление 600 тысяч рублей это не крупный ущерб, то есть преступление небольшой тяжести. И в случае, если все-таки дело дойдет до суда, и он будет привлечен в качестве обвиняемого, и окажется в суде на скамье подсудимых, он понимает, что максимум, что ему грозит при плохом поведении, это до одного года лишение свободы. Понятно, что там, скорее всего, возместит ущерб, возможно. Так как это преступление небольшой тяжести, то наше сегодняшнее законодательство, оно предоставляет право такому мошеннику просто не применять к нему санкцию в виде лишения свободы. И он просто с условным сроком уйдет, и через какое-то время судимость будет погашена. Вот и все. Правильно, Зоркин очень грамотно привел пример несоответствия принципа равенства всех перед законом и судом. Обычный мошенник, он говорит, укрыт у бабушки квартиру, сядет на 10 лет. Предприниматель, который обокрал дольщиков, собрал денежные средства, 250 квартир. Это особо крупный ущерб до 5 лет лишения свободы. Возможно, это максимальная санкция, а может быть и штраф у нас будет. Ну, о каком принципе равенства мы говорим? Но ведь и вашему клиенту, который не получил мебель, и дольщикам, и вкладчикам, и туристам, ведь, наверное, важно не засадить человека на сколько-то лет, да, а получить деньги свои. Вот не соглашусь, Павел, неотвратимость наказания, на мой взгляд, она непосредственно связана, напрямую даже связана с суровостью этого наказания. Нет, но все-таки им важно, деньги получить, деньги имущества, правильно? Если преступление средней тяжести, то у вашего, вот, супротивно, назовем так, да, у него есть смысл, если дойдет дело до суда, да, пойти на мировую, назовем так. У того, кто пойдет... При данных санкциях? Да. Наоборот, при данных санкциях нет ему никакого смысла идти на мировую. Он понимает, что максимум, что ему будет за это, это если его докажут. Процесс докажутся очень тяжелый, Павел, и мы не знаем, как гособвинитель себя будет вести в процессе. Максимум, что ему грозит, это условно. Вы понимаете? Условно. Поэтому зачем ему возмещать деньги? А если бы он понимал, что за это деяние, которое он совершил в отношении нашего потерпевшего, будет та же самая санкция, которая устоит в статье 159, до 10 лет лишения свободы. Ну, там тоже может быть условно. Я вас уверяю, что на стадии еще доследственной проверки этот же предприниматель возместил бы уже ущерб, только бы не доводить дело до возбуждения и передачи его в суд. Я вас уверяю, именно в этом вся проблема. Ну, хорошо, но вот вы уверены... Право предпринимателя с этим очень тяжело защищать. Да, но вы уверены, что все дела, которые у нас могут быть введены по 159.4, в той формулировке, я говорю, они не наказание, они действительно касаются мошенников, а не тех лиц, которые по каким-то, особенно сейчас, так сказать, ужесточающейся экономической ситуации, не вернули, не исполнили договорные обязательства. Так в том-то и дело, Павел, здесь есть грань, которую надлежит доказывать как обвиняемому в совершении этого преступления, так и потерпевшему, который претерпел от этого преступника. В этом-то и смысл. Мы должны доказать, что это было преднамеренное неисполнение договорных обязательств, что он заранее заключает договор, не собирался его исполнять. То же самое должен сделать он, объяснить следствию о том, что заключенный договор собирался исполнить, и даже заказал эту мебель, понимаете? Но она не пришла по каким-то причинам, не знаю, грузовик украли и так далее, еще и тому подобное. Вот, вот эта грань, это вопрос доказывания. Так сказать, это мошенничество, а это не мошенничество, это невозможно. Как правильно выразился Верховный суд, с учетом конкретных обстоятельств дела. Мы всегда берем конституционную суд, да и... Хорошо, насколько я понимаю, сейчас равно еще идет большая срочка, то есть еще не завтра, но... Да, это произойдет через полгода, абсолютно правильно. И, соответственно, затронется только тех лиц, которые... Только через полгода совершаются соответствующие действия. Несмотря на то, что конституционный суд усмотрел неконституционность нормы только в части 3 ст. 159-4, он, тем не менее, предоставил законодателю возможность подумать и о внесении каких-то корректировок в часть 1, часть 2, чтобы принцип правильства он все-таки соблюдался. Мы не говорим о том, что эта статья должна быть аналогичной 159-й, то есть такой же тяжелой по санкциям, но она должна быть хоть какой-то, хотя бы соразмерной, да, близка к действительности и к... Потому что по последствиям, которые следуют за совершением вот этих вот деяний, они все-таки по общественной опасности огромные, поэтому тут надо задуматься. На сегодняшний день санкция, она не соответствует последствиям. То есть правильно понимать, что новые санкции, если их примут, допустим, что приравняют 159-4 по санкциям к другим статьям, она будет применять только тем лицам, которые совершают совершенное преступление после июня 2015 года, ориентировочно. Да, совершенно верно. У нас закон обратной силы не имеет, и он не может ухудшать положение подсудимого. Ну, мы надеемся, что наши слушатели не выпадут ни в положение потерпевших, ни в положение подсудимых. В эфире была программа «Территория права», у Ёллы и Павел Нитопси. В гостях у нас был глава уголовной правопрактики юридической компании МППР Алексей Добрыгин. Алексей Добрыгин, большое спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»